Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. В сегодняшнем ролике хочу поделиться своей новой техникой вязания. Конечно же, эта техника давно придумана, но для меня она новая. Посмотрите на эту красоту, которая родилась у меня буквально вчера. И сегодня я доработала то, что решила вам показать. Это просто что-то с чем-то. На первый взгляд кажется, что это тканое полотно. Посмотрите, какая красота! Эта техника штопка или похожая на нее меня не отпускает. И сегодня я поделюсь с вами этой новой идеей. Ну а прежде чем я буду рассказывать об этой прекрасной новой технике, хочу поделиться с вами очень хорошей новостью. Во-первых, хочу поблагодарить спонсора этого проекта, который намечается. Грандиознейший проект. Это будет очередной трансформер. И спонсором этой пряжи является магазин Ярн 21. В котором для моих очень внимательных подписчиков, те, которые следят за моим творчеством, первые 10 покупателей от меня с промокодом LC, очень нравится, кстати, придуманный новый промокод, скидка в этом магазине будет 5%. Напомню, магазин Ярн 21. Я, конечно же, все оставлю, всю информацию более подробную в инфобоксе под этим видео. Так что проходите в магазин. В начале февраля там будут новые поступления, также будут новинки. Об этом мне рассказал менеджер этого магазина. И 10 человек, первые 10 покупателей, могут получить скидку в 5%. Промокод LC. Итак, громаднейшее благодарю магазину Ярн 21 за предоставленную пряжу. Из чего же я вязала вот это полотно? Здесь несколько видов пряжи, которую, повторюсь, предоставлял магазин Ярн 21. Это пряжа Gazal Baby Wool, 50 грамм, 175 метров. Я влюбилась в эту пряжу. И вот эта надпись «Я люблю Gazal» полностью соответствует реальности, потому что я еще буду заказывать эту пряжу. Я не вязала из этой пряжи спицами, но то, что я вязала крючком, вот это полотно, это просто кайф. Даже само вязание, это полное наслаждение. Давайте посмотрим, какой же здесь состав. 40% акрил, который вообще не чувствуется, 20% Кашемир Па и 40% Лана Мерина, Меринос. Вот такие два оттенка. Этот оттенок называется белый, но он более такой, я бы сказала, молочный. Сейчас скажу, какой это цвет. Так, наверное, 801. И второй оттенок черный. Понятное дело, что это та же самая пряжа, но черного оттенка. Ошибиться здесь сложно, но все-таки давайте посмотрим на оттенок. Вернее, Color 803. Это я про черный оттенок. Вот две пряжи, из которых я вязала это полотно. И протяжку тамбурным швом. Я поговорю еще об этом подробнее. Я делала Махера. Махер здесь был тоже из этого магазина. Это вот такой Ализе Кид Махер Роял. Очень мне нравится. Но белого и черного оттенка. У меня эти оттенки уже в клубочках. Вот так в моточке нет. Но у меня есть Махер голубого цвета. И нас ждут потрясающие проекты. Это будут бомбические проекты. Вот эта техника. Если вы помните, мы с вами вязали Шанель. Здесь была техника Штопка. Вот. Эта техника немножко другая. Здесь используется вот тамбурный шов. Но начало такое же. То есть вяжется филейная сетка. А по ней потом делаются вот такие стежки. Или это слепая петля. Или называется тамбурный шов. И у нас получается вот такая красивая клетка. То есть эти две техники. Техника Штопка и вот эта техника очень похожи между собой. Единственное, что протяжки делаются чуть-чуть по-другому. Здесь просто иглой как эту технику вязать и как это делать. Есть подробнейшие мастер-классы на канале. Это мы вязали с вами и жакет Шанель, и платье Шанель, и берет Шанель. Или даже варежки Шанель. Ну, а теперь будет тайный проект. Скорее всего, я уже поделюсь этим готовым проектом с вами завтра. И это будет сногсшибательный трансформер. Такого трансформера на моем канале еще не было. Посмотрите, сколько возможностей вот с этой техникой вязания. Я вчера сидела и думала, что бы такого связать, ну, необычного, что ли, интересного, которое... Ну, вот то, что я никогда не вязала и то, что меня поглотит, захватит, увлечет. И когда я вспомнила, вернее, я не вспомнила, я открыла ящики и нашла вот этот незаконченный шарф. Когда я... Были эти проекты Шанель, их было слишком много и многим они поднадоели, но я все-таки начала вязать вот этот шарф. И я успешно про него забыла. Естественно, потом переключилась на другой проект. И вот этот проект остался лежать у меня в шкафу. И вот, сидя дома, думая над тем, чем бы вас интересным порадовать, я залезла в шкаф и нашла вот этот заброшенный проект. Мне захотелось почему-то его закончить. Ну, а мысли-то бродили, чтобы такого сделать плохого, да? И я наткнулась на продолжение этой техники. Вернее, немножко другая ее интерпретация, когда делаются вот такие протяжки тамбурным швом. Честно говоря, я сначала в общем думала, чтобы связать, чтобы такого связать спицами, нашла вот такой образец. Кстати, насчет вот этого образца тоже у меня есть виды и уже родился проект, но он у меня в очереди. Ну, а потом все-таки поборола вот эта техника штопка, но в другой интерпретации. Значит, я увидела эту технику по изнаночной, не изнаночной, как это, платочной вязкой, то есть спицами, и там тоже делаются протяжки, и это я хочу сделать. Ну, вот то, что связано крючком, посмотрите, какая легкость, посмотрите, вы просто посмотрите на эту прелесть. В общем, вот эта техника меня, так сказать, победила, то есть в первую очередь мне захотелось попробовать именно это. Сейчас очень модная клетка, и я давно смотрела, вот, как бы можно это сделать так интересно, без заморочек, и вот, посмотрите, родился вот этот проект. Вы только представьте, сколько разных вещей можно связать. Это может быть и шарф, и причем все вещи я хочу связать, я хочу шарф, я хочу вот такую рубаху, причем я хочу сделать фэмилу-лук, чтобы это была и женская, и мужская рубаха, я хочу кардиган, я хочу просто какую-то тунику в этой технике, я хочу юбку, я хочу плед, в общем, подумайте, даже шаль можно связать вот в этой технике. Уже вот такая арафатка готова, причем ее могут носить и мужчины, если выбрать, вот, подобрать определенный цвет, ну, допустим, вот этот классический черно-белый, да, уже вам готовая арафатка, это можно носить на шее. В общем, девочки, такими квадратами можно, в общем, сделать много таких квадратов, подумать с размером, потом сделать обвязку и соединить их крючком, и вы получите просто прекраснейший легкий плед. В общем, фантазии нет предела. Я настолько поглотилась вот этим вязанием, конечно, иногда надоедает вязать филейную сетку, но когда она цветная, когда у вас рождаются вот эти полоски, когда вы сами решаете, как вам расположить их, как потом расположить вот эти вот перпендикулярные линии, которые вы потом выполняете крючком, то получается совсем не скучно, потому что вы всегда в предвкушении, то есть вы творите, вы вытворяете и вы медитируете. Я вот когда это все создавала, это полнейшая медитация. Единственное, что хочу сказать, это еще состояние души. Если вам сейчас хочется что-то быстро-быстро-быстро сделать, то с этой техникой не получится. Здесь это как вышивка крючком, но вышивка вообще априори не может быть быстрой, правильно? Потому что это все медленно, это все кропотливо, требует внимания, усидчивости, хорошего зрения. Ну, здесь зрение, это я про вышивку, здесь зрение не так уж и важно, потому что вот эта штука выполняется крючком шестерочка, можно и шесть с половиной, но здесь должна быть усидчивость и я бы сказала медлительность, здесь нельзя торопиться. Вот эти все стежки, которые потом выполняются по филейной сетке, в них нужна медлительность, медлительность, расслабленность руки, я уже много раз говорила, что тамбурный шов красивый, но он и коварный, то есть здесь нельзя перетянуть, лучше пусть будет немножко послабее, чем нужно, главное не перетянуть, а поэтому вы должны контролировать натяжение нити, все конечно вот это вот полоска ее делать не так уж и удобно, я сижу например на кровати, ноги у меня согнуты в коленях, я это полотно кладу на колени, потому что нить у нас идет снизу, выполняем эти стежки мы сверху и вот эта ниточка, которая снизу, она должна ну как бы свободно у вас идти, вы должны ее поправлять, это конечно же неудобно, но зато это кайф, я говорю, я когда это выполняла, я просто была в какой-то нирване, вот, ну а сейчас подробнее о тайном проекте, который я возможно уже покажу завтра, я сегодня рассказывать не буду, может быть кто-то из вас догадался уже и напишут мне, что это будет за трансформер, вот, мне интересно будет почитать ваши комментарии, так что напишите, ну а пока я расскажу об этой технике, как я вот вязала это полотно более подробно, чуть не забыла, хочу показать вам на днях получила как будто эти перчатки пришли прям к этому проекту, вот такие прекрасные перчатки от Нью Шик, внутри это знаете как котенок, мягкий пушистый мех, но это флиз, в общем классные, есть перчатки в разных цветах, я заказала черные, но буду заказывать еще вот это внутренности, есть вот такие серые с розовым бантиком, а я хочу заказать вот такие розовые под свою шапочку и под гетры розовые, ну кто со мной давно на канале, те видели, есть вот такой грязно-розовый цвет, в общем я рекомендую эти перчатки, у меня уже не первые перчатки, это уже как бы не третьи я заказываю за 716 рублей в интернет магазине Нью Шик, что-то случилось с китайскими интернет магазинами, я имею ввиду с доставкой, за 10 дней, 10 дней, даже по-моему 9 дней ко мне дошли вот эти перчатки, в общем вот так вот они сидят на руке вот здесь вот типа вот этой резинки очень хорошо по руке шелковые мягкие и обратите внимание на вот эту насадочку такую накладку это как раз для того чтобы пальцем указательным правой руки можно было использовать сенсорный телефон вот эта вот насадка или накладка она позволяет это делать не снимая перчатки с руки это очень очень удобно девочки рекомендую классные просто класснючие это был интернет магазин Нью Шик конечно ссылку я оставлю под этим видео итак а теперь я расскажу как же я это вязала я начинала вязать вот отсюда не удивляйтесь что здесь это потом довязано чтобы было симметрично и то есть начало здесь и начало здесь в нужное во мне размеров и симметрично я потом здесь довязывала я начинала значит пряжей газал боби вул черного цвета крючком троечка я думаю что все умеют вязать филейную сетку я начала вязать филейную сетку 5 рядов филейной сетки черного цвета потом ряд белого цвета ряд черного цвета и опять 5 рядочков белого цвета и вот этот рапорт у меня постоянно чередуется то есть черный белый черный белый и между ними вот такие полоски тоже черно белые еще раз 5 черного 1 белый 1 черный 5 белого теперь 1 черный 1 белый 5 черного и так далее вот вы видите чередование вот этих полос и между ними по 2 ряда по рядочку черного и белого цвета здесь у меня 67 ячеек кому интересно но это наверное не важно что вы будете вязать либо это рубаха будет либо плед вы уж сами потом высчитаете сколько вам нужно изначально набрать цепочку и скольких петель когда я связала вот эту филейную сетку таким образом как я рассказала я потом по вот этим клеточкам стала делать тамбурный шов здесь тоже полнейший полет вашей фантазии вы можете сделать более нежную клетку допустим не делая вот эти 5 рядов тамбурного шва белого цвета а просто вот такими вот рядочками черно-белыми получится другое полотно но мне захотелось клетку похожую на шотландскую скорее всего ну да шотландская клетка и я сделала по 5 рядов тамбурного шва потом сколько-то я пропустила незаполненные клеточки ну вот 3 клеточки потом 2 рядочка черно-белых потом 3 клеточки пропущенные опять 2 рядочка тамбурного шва черно-белых опять 3 клеточки пропущенные и 5 рядов белого цвета можно было чередовать вот этот белый цвет с черным цветом допустим здесь 5 дорожек белого цвета потом 5 дорожек черного цвета между ними там вот эти дорожки потом опять идут белый черный Здесь такой полет фантазии, мои хорошие Это просто, я говорю, это нирвана, это медитация Вы как художник начинаете фантазировать и придумывать самостоятельно ваши узоры У меня, вот я сейчас закончу вот этот тайный проект Которым я завтра, скорее всего, вам уже покажу и продемонстрирую, возможно Осталось совсем немножко закончить Это трансформер, но у меня есть еще вот такой голубой цвет, голубой махер И есть голубой цвет, по-моему, Алиса Троицкая И я уже хочу связать рубаху, причем рубаху и себе, и Лешику Это можно вязать не только из полушерсти Ну, я называю вот этот газал полушерсть Можно вязать из хлопка, у вас получится летняя рубаха Можно заполнять не махеровой пряжей, а той же пряжей, из которой вы вязали В общем, здесь, я говорю, полнейший полет вашей фантазии Но мне вот эта интерпретация, вот когда вязалась не махеровой пряжей, а заполняется махером Ну, это просто что-то с чем-то Как же мне нравится, какое оно воздушное, какое оно легкое Представляете, какой плед легчайший получится у вас Филейная сетка, она же вообще легкая, да? И такое вот частичное заполнение, получается, она еще и ажурная становится То есть, вот эта клеточка как ажур В общем, у меня столько родилось проектов Ну, я не знаю Можно заполнить, полосатое сделать, да? Допустим, вяжем в эту сторону А заполняем не вдоль столбиков, а поперек Кто сказал, что так нельзя? Конечно же, можно И я обязательно это попробую Так что, мои хорошие, я надеюсь, что в этом видео вы нашли много идей Я уже вижу, как вы побежали в свои шкафы посмотреть подходящую пряжу Самое главное, чтобы для филейной сетки ваша пряжа не была слишком толстой Ну, вот, если про полушерсть, то 75 метров в 50 граммах Это идеальная, просто идеальная пряжа Итак, связав филейную сетку крючком номер 3 Я дальше взяла, обязательно, внимание Взяла крючок, сфокусируется, ну, это крючок шестерка Обязательно нужно поменять крючок на достаточно большего размера И потом просто, сейчас покажу, кто не знает, что такое тамбурные швы Кстати, вот здесь вот махер у меня Вот этот махер от Ализе Кедроял У меня в два сложения То есть, у меня два клубочка были, два сложения махера И одну ниточку я нашла, чтобы сэкономить белый махер Вот это все, что у меня осталось Я, честно говоря, не помню, сколько у меня его было Вроде три мотка, куда я их делала, не знаю В общем, его нет Я дополнила вот такой, нашла тонкую ниточку Это альпина, какая-то бамбуковая пряжа Вот у меня было два сложения вот этого кедроял Вот так И вот эта вот тоненькая пряжа Альпина Вивен, по-моему, называется Бамбуковая Вот эти дорожки из вот этой вот пряжи Можно сделать чисто махеровую Можно вообще, я говорю, той же пряжей, из которой вы вязали Как же делается тамбурный шов? Мы просто берем ниточку Ну вот, допустим, здесь мне нужно сделать еще одну дорожку Сразу говорю, что это делать неудобно Нужно, во-первых, удобно садиться на кровати Чтобы ниточка была достаточно у вас размотана из клубка Чтобы она шла свободно Это тоже важный момент А потом просто вот так вот по вот этим ячейкам Не затягивая наши вот эти петли Мы просто захватываем и вытаскиваем Захватываем вот в эту ячейку Ныряем Захватываем нить и вытаскиваем И у вас будут получаться вот такие вот дорожки Ну, черный цвет я взяла Его плохо видно Сейчас возьму белый У меня на канале много видео по тамбурному шву Он часто используется в ирландском кружеве То есть вот захватили нить Выбрали себе дорожку И вот так вот по этой дорожке Никуда не торопимся Идем Удобно садимся на кровати И вот так вот идем Это получается медленно, сразу хочу сказать Это медитация Ваши мысли приводятся в порядок Ну, в общем, вот Я думаю, что понятно Смотрите, даже вот в одно сложение Вот эта ниточка Gazal Baby Wool Очень классно смотрится Просто класс Так что вот такие Грандиозные проекты Нас ждут Я думаю, что это будет И кардиган, и рубаха Возможно, даже плед Это еще Момент, когда можно Скомпоновать любую пряжу И пристроить остаточки И получить в итоге Очень красивый Красивый плед Это могут быть вообще Различные оттенки Даже оттенки И по составу пряжа Может быть другой Поверьте, все равно Будет очень креативно И очень классно Ну, а на этом Я буду заканчивать Сегодняшнее видео Я думаю, что вам понравилось Я думаю, что вы Воодушевились этой идеей Кто что будет вязать Кто плед Кто рубаху Кто шарф Кто, может быть, кардиган Или просто тунику Я знаю Я знаю, что многие из вас Будут что-то вязать В этой технике Я вам всем желаю Успешного завершения Ваших проектов Напишите, пожалуйста В комментариях Будете ли вы что-то вязать Не важно, что Но что-то ли Будете вы вязать В этой технике Мне будет интересно Почитать ваши комментарии Ну, а на этом Все Я вас всех обнимаю Всех люблю Неимоверного полета Фантазии Желаю всем И до скорых встреч С вами была Елена Ситникова Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok